Ну а как со зноем в такую жару справляются животные в Дубосарском зоопарке, узнала Анна Кучеренко. Вот сейчас, например, 32 градуса, людям жарко, а вот животные, как мы решили проверить, приехали в наш Дубосарский зоопарк. Вот Петр Дмитриевич рядом со мной, директор. Нас интересует медведица Маша в первую очередь, любимица вообще всех посетителей. Как она? Медведица Маша тут очень благоприятно. У нее есть бассейн, тенек, прохлада, мы еще кое-когда там побрызгаем водичкой, и она балдеет. А иногда залазит на берлогу, наверх, там вообще продувает ей. Она чувствует себя очень хорошо. Она слышит мои шаги, когда я иду. Я прихожу в основном не с голыми руками, как говорят. То рыбки ей принесу, то яйца любит сырые. В общем, у Маши все условия для того, чтобы перенести жару. А кто, Петр Дмитриевич, вот жару как раз таки и любит из ваших питомцев? Вот он, самый большой любит. Да? И змея любит жару. И 35 градусов комфорта. Павловню специально посадил. Она вырастает в 30 метров в высоту, но мы тут ее сделали как бы ветвистую, может, такая высота не будет, а тень хорошая. Специально для того, чтобы была тень? Да. Тут был тополь уже полусухой, но серебряный пенек только остался. И посадил тополь. Идем к африканским страусятам, которых вы вывели сами, эту породу. Да, у меня было, перед открытием зоопарка было 33 штуки. Три поменьше вывода, а один постарше. По соседству со страусятами живет спасенный олененок Бэмби. Его нашли в поле маленьким и израненным. Доставили хозяину в зоопарк, он его выходил. И теперь Бэмби один из любимых у посетителей обитателей зоопарка. Рыжая лиса Ника и павлины тоже жару переносят отлично. Тень у животных есть всегда. Ну а воду им меняют по необходимости два, то и три раза в день, чтобы животным обеспечить максимальный комфорт. Анна Кучеренко, Василий Гриб, ТСВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова